Всем большой привет! Сегодня, как я вчера обещала, заказ Фаберлик. Я его забрала. Как всегда, 14-й каталог мне положили. Это был заказ по 13-му каталогу. И давайте сразу поговорим про помаду. Это новинка, и она у меня на губах. Как вам вообще? Я, конечно, заказывала цвет фуксия. Это 40-208. Сейчас, подождите. Значит, вот так выглядит. Ну, магнит, все хорошо. Очень красивая упаковочка такая, видите? Не знаю, какая она коричневая. Коричнево-вишневая такая, да? Бордовая. Интересная. Прям удобненькая такая. Ну, вообще, мне нравится. Последнее время молодцы вот эти вот всякие магнитики, да, стали делать. Умнички. Но я, во-первых, когда открыла, я, честно говоря, обалдела. И когда я буду монтировать видео и буду загружать в YouTube, все-таки YouTube убирает немного качества, да? Вот цвет он немного убирает. Я просто заметила. На самом деле, это неоновая фуксия. Это вырви глаз. Просто фуксия. Когда начала наносить на руку, я, конечно же, обалдела с очень такого яркого и плотного нанесения. На губах, лично для меня, матовая жидкая помада наиболее комфортна от компании Faberlic, чем эта. Все-таки здесь мне хочется губы облизать. Когда я пытаюсь облизать губы, это значит, мне помада подсушивает вот здесь, вот чуть-чуть подсушивает. Но как бы нормально, да? Не критично. Бывает все намного хуже. Здесь, ну, чуть-чуть она такая вот не очень комфортная. Но в любом случае, это же матовая помада и просто с каким-то диким количеством пигмента. Так что, давайте сравним ее с каталогом. Значит, в каталоге вот эта фуксия выглядит вот так. Вживую помада ярче. Она более такая неоноворозовая фуксия, понимаете? Вот прям неоновая, действительно. И я, конечно же, задумалась, что это слишком ярко. Хотя, кстати, что думаете, напишите, слишком ярко или нет? Ну, вот с белым, да, еще вроде как ничего. А я, значит, подумала, знаете, что подумала? А тогда вот этот цвет сиреневый, седьмой элемент, вот этот, насколько тогда яркий? Потому что в жизни помада ярче, чем на картинке. Тогда вот этот сиреневый, насколько будет яркий, насколько он, ну, не носибельный, мне кажется, совершенно. Ну, и, в общем-то, получается, что нюдовых таких оттенков для блондинки, да, такие вот нейтральненькие, я здесь вообще не вижу, потому что, ну, они все очень яркие. Пробнички есть, они по 60 рублей. Знаете, я как-то решила, что, ну, по-моему, как-то дороговато. Хотя я думала взять себе парочку, чтобы поехать в поездку и брать не помады, а вот такие пробнички. Но пробнички я заказала в компании Avon, потому что там они стоят гораздо бюджетнее. Ну, в общем, такая помада. Я, наверное, красную помаду, есть красная, да. Наверное, красную помаду я буду заказывать маме, потому что она очень стойкая, классная. Кстати, я этой помадой еще, знаете, что сегодня сделаю? Вот так вот просто прикосновениями я сняла немножечко и нанесла на щеки, как румянец. Очень удобно, потому что помада нежирная, такая вот она, да, вот суховатенькая. И прям раз-раз-раз, смотрите. Мне напомнили, знаете, конкриты от Елены Крыгиной, да, конкрет, конкрет, как правильно, Дэй или Тэ там на конце. Ну, в общем, от Крыгиной конкрет, который только такой в тюбика выдавливается, как краска, но можно все им делать. И это то же самое с диким пигментом, просто вот вам, пожалуйста, и румяна, и помада, и все это вместе очень же красиво смотрится, потому что это один оттеночек, да, и можно даже немножечко добавить на века. Ну, я в шоке, я в шоке с этого оттенка. Это просто супер-супер ярко. Кстати, наносила я помаду с помощью карандаша. Вот у меня просто каким-то чудом оказался карандаш от Miss Stace. Вот, он был у меня в оттеночке 976. Он очень яркий. Смотрите, как они подходят. Я его купила и не пользовалась, потому что он мне, я думала, подойдет там под какие-то помады, но, в общем, нет, он был яркий. И сейчас я им воспользовалась просто один в один по цвету. Это прям какое-то чудо, что у меня такой карандаш. Потому что помада наносится, знаете, как-то неровно, какими-то такими кусками. Ну, потому что, наверное, она слегка суховатая. Ну, вот не сильно, но при нанесении такой рваный контур, знаете, получается. Поэтому, все-таки, я вам рекомендую сразу продумывать, что вам нужен будет карандаш. Может быть, под более такие какие-то, ну, какие там нет, в общем-то, светлых оттенков. Там все яркие оттенки, да? Ну, я не знаю, может быть, какие-то более натурального цвета оттенки и не нужен карандаш. Но так как помада очень яркая, то контур нужно будет прорисовывать это однозначно. Так, с одной помадкой мы разобрались. Все, как всегда, приходит, значит, Glam Team Makeup, приходит в коробочке. Помада интересная. В следующем каталоге будет снова помада новая, да? И, конечно же, мы возьмем, с вами протестируем. Дальше. Еще одна помада, которая уже матовая, жидкая, а я любительница этой линейки. Я вам даже могу сейчас продемонстрировать. Уже три у меня было, это четвертая. Так, это, значит, помадка розово-персиковая. Вот здесь она. Ну, что хочу сказать. Мне цвет прям понравился, потому что он все-таки действительно с таким... Я бы не сказала персиковые, я это вообще называю коралловые, да, подтоны. Сейчас вам побольше нанесу, такое большое пространство, чтобы было видно хорошо цвет. Вот так выглядит. Я люблю именно такой оттенок, когда и розовый, и вроде как нюд, но при этом нюд яркий, потому что, чтобы вы не были такая, знаете, прям никакая, да, бледная. И когда в помаде есть персиково-коралловый как раз-таки оттенок, получается, когда я наношу эту помаду на себя, у меня автоматически как будто, знаете, улучшается кровообращение, и моя кожа становится такого с персикового оттенка, вот прям здоровый, красивый вид. Люблю вот такие оттеночки. Но я ее еще не наносила на себя, потому что, ну, я в шоке от этой помады вообще. Сначала, конечно, я обалдела и поняла, что, ну, это, это ту мать просто. Это даже для меня ту мать. Но сейчас на себя смотрю, ну, почему бы и нет, в общем-то. Кстати, давайте сейчас я померяю, мне кажется, с джинсом будет хорошо смотреться. Так, я одела рубашку джинсовую от Фаберлик. И мне кажется, что с джинсовыми вещами, особенно темного цвета, эта помада смотрится прям-таки довольно выигрышно. Как считаете? Можно просто, да, ее как такую ветровочку надевать, как раз на белую мальчику. Но все, у меня же какой-то, получается, не обзор заказа Фаберлик, а какой-то мини-влог. Ну, дальше, поехали дальше, что? Значит, две помады мы с вами рассмотрели. Вот это прям очень комфортно. Я их очень люблю, вот эти вот жидкие держатся очень долго. Перекусы все со мной, они просто остаются, никуда не уходят. Кофе пью, бутерброды ем, все отлично. И все-таки здесь мне немножко сейчас подсушивает помадка новая. Вот эти помады совсем не сушат губы. Вот мега комфортные, но матовые. А что еще про помады? Так, вот такой еще у меня есть блеск появился. Он уже очень давно у нас в каталогах. То как-то, знаете, он есть в каталогах, то его нет. Я подумала, что его будут, скорее всего, снимать, а его очень многие хвалят. Хвалят даже не за, там, цвет, не за что-то такое, вот прям как помаду, да, а за какие-то ухаживающие свойства. Говорят, очень комфортный, очень классный блеск. У меня один блеск есть от Faberlic, но, наверное, он не здесь. Но, наверное, он где-то в сумочке, в общем. Но я к чему? Я к тому, что тот блеск мне нравится, вот, по ощущениям. Поэтому я решила взять этот, значит, какой у него артикул. 47, 84. Смотрим. Так, что-то я не тем боком наношу. Вот так. Ну, то есть, такой полупрозрачный, розовый. Розовый, холодный. Зачем я взяла холодный, непонятно. Вообще-то, надо было какой-нибудь персиковый взять. Ну, ничего. Вообще, этот блеск, знаете, взяла вот именно просто краситься, вот, когда неохота краситься. Вот накраситься, и чтобы губки ваши немножечко так ожили. Ну, может быть, даже возьму в поездку этот блеск. То есть, вот, получается, что у нас в заказе была помада матовая в стике, помада матовая жидкая и блеск для губ. Едем дальше. Еще, конечно же, я приобрела себе сиреневую тушь. Не сиреневую, а, как правильно называет производитель, черничную. В пустых баночках за август месяц я показывала ее в пустышках. Я ей пользовалась год. Просто целый год. Понятное дело, не все время, а периодически. Но при этом, то есть, ну, как бы, у нее же срок годности все равно ушел. И тушь не испортилась. То есть, мне это очень даже понравилось. Прямо подкупила. Поэтому я взяла черничную. Опять же, хочу взять ее в поездку. Потому что море, солнце. И я думаю, что реснички будут очень красиво вот так вот сиреневым светиться. Слушайте, а если... К этой помаде, да. Это ярко-розово. Здесь сиреневым чуть-чуть. Даже если поверх черной, да, накрасить. Мне кажется, будет прям супер. В общем, у меня тут макияжное видео. И видео с примеркой получается, да. И, в общем, все вместе. В общем, у нас какой-то влог выходит. В общем, тушь классная. Я ее прям уже давно хотела. Ждала какую-то такую акцию. Не помню. Была, по-моему, на нее акция, да, какая-то. Потому что я ждала и, в общем-то, купила. Еще. Что я купила еще? Такое для нас, для девочек. Я купила прокладки. Я как-то покупала прокладки ежедневные от фирмы Фаберлик. Мне они очень понравились. Вот вам говорю честно. Очень и очень понравились. Вот то же самое, только упаковочка намного меньше. Вот так же клапан открывается. Так же, значит, достается. Тоже вот даже ежедневные прокладки. Вот так свернутые. И каждая, значит, упакована в индивидуальную упаковочку. Я просто раскрывала, смотрела. Не знаю, стоит ли такое показывать на YouTube. Но мне очень нравится, прям до смешного. Знаете, здесь такая зеленая штучка. Как будто от пластыря. Знаете, когда у вас ранка, и вы приклеиваете пластырь такой, да, пропитанный зеленкой. Так вот, здесь то же самое. И в ежедневных прокладках то же самое. Значит, гигиенические прокладки с анионовым чипом. С анионовым чипом прокладки я вижу, например, в ленте. Но это в основном какие-то такие корейские фирмы, которые стоят 400-600 рублей упаковка прокладок. Я имею в виду не ежедневные. Ежедневные, кстати, можно купить по акции где-то 250-350 рублей. Это ежедневные прокладки. Такие обыкновенные стоят дороже. И вот я все хочу поймать акцию. Ну, хотя бы рублей за 350 купить. Вот такие корейские прокладки с анионовым чипом. Хочу вообще хотя бы визуально их сравнить. Ну и, в общем-то, так на деле, да. Очень интересно, потому что если те стоят по 500 рублей, а эти я покупала рублей за 150. Кстати, сейчас вам скажу. Дневные гигиенические прокладки стоили мне 143 рубля. В каталоге они были 179. То есть, если сравнивать цену, то колоссальная цена, вообще разница, да. Колоссальная разница в цене. И очень хочется сравнить те, которые за 500-600 рублей. Обязательно это сделаю. Но когда будет акция на них, ну, хотя бы 350. Дальше. Я уже говорила вчера в прямом эфире, что я купила 15 пробников парфюмерной воды. Это вода снятая. Это букет Де Жордин. Это зеленый, да. Вот смотрите. Вот смотрите, сколько счастья. Значит, 15 пробников. Вы скажете, что я сумасшедшая и не поймете, что я с ними буду делать. А я вам расскажу. Я собираюсь переливать их вот такие адаптеры, да. Здесь, по-моему, 3 мл. Если мне не изменяет память, а давайте посмотрим. А давайте посмотрим пробник. Так, не пишут здесь, значит, сколько литраж, миллилитраж в пробничке. Но, по-моему, здесь полтора миллилитра. Потому что здесь точно я знаю, что у меня 3. И сюда входит 2 пробника. Так вот, я собираюсь переливать сюда и пользоваться в поездке. Кстати, вообще, вот эти штучки я очень люблю. Просто, знаете, даже когда вы... У вас маленький клатч. Вы идете просто джинсы и кошелек, да. Вот, ну, то есть сумки нет. Или вообще у вас нет никакой сумки. Вы просто ложите в джинсы в карман и все, да. Достали, подушились. И никто и не понял вообще, что это вы сделали. Потому что у меня ничего нет. Так вот, я буду переливать вот эти пробнички в такие вот адаптеры и пользоваться. У меня, конечно же, есть полная версия. Там чуть-чуть отпито буквально, да. Там, ну, где-то 2 третих точно у меня во флаконе еще есть. Вот. Но я буду беречь потом, потому что флакон есть флакон, да. Он очень красивый, классный. Давайте его покажу. Итак, речь идет, значит, о таком ароматике от Faberlic. Его уже, к сожалению, сняли. И как только сняли, сразу все поняли, что он просто превосходный. И где же его купить? Это очень зеленый аромат. Здесь заявлен ревень. Это зеленый, но все равно со сладинкой аромат. И здесь очень яркая нота, как и ревень. Это смородина. Это, наверное, больше... Даже не знаю, какая темная смородина, вот, да, или красная. Наверное, все вместе. Потому что и кислинка есть, и вроде как темная смородина. И очень много зелени. Ревень здесь такой сочный. И аромат немного все-таки зелено-сладенький такой. Очень вкусный, прикольный. Ну, конечно, я буду беречь именно флакончик. Но зато у меня есть, вот смотрите, какое богатство. Значит, стоил пробничек 20 рублей. 15 пробников я купила на 300 рублей. Вот, пожалуйста. И еще по поводу адаптеров. Я их покупала на Алиэкспресс. В общем-то, все знают, да, где взять адаптеры. Еще я недавно такое открытие для себя сделала. У меня были такие вот миниатюрочки, тоже пробнички. Здесь 1,2 мл. Это от Ивроше. Вот он, Гарден Пати. Я его, значит, уже доиспользовала. Совершенно нестойкий. И я хотела его выкинуть. Ну, это как пробник именно, да, продается. Я решила, может быть, я его открою. И, девчонки, я его открыла. В общем, с трудом, но открыла. Вот, он открывается. То есть сюда можно, в эту, это пластмассовая баночка, можно налить, закрыть, и он прекрасно защелкивается. Все. Вот вам еще один адаптер. Если у вас есть такие пробнички от Ивроше, не выкидывайте, потому что сюда можно налить миллилитрик, положить в карманчик абсолютно любой парфюм, да, и ходите пользоваться. Так что вот, пожалуйста, будет у меня, значит, эти пробнички наноситься с распылителем. И еще одна парфюмерная вода, это довольно-таки старый аромат в компании, это фортуната. Знаете, с компанией у меня уже складываются такие, как бы, отношения, когда мне уже просто и заказать-то нечего. Я в основном делаю заказы парфюмерные. И парфюмерным заказам я могу докинуть там что-то там, помадку, там, не знаю, тушь, ну, что-то по надобности, да. С компанией Фаберлик получается такое у меня, что фортуната, это был, наверное, последний аромат, который я бы хотела у себя иметь в коллекции, и у меня его нет, да. Вот, то есть остальные я уже не хочу, тех, которые у меня нет, я не хочу их у себя иметь в коллекции. Ну, их там осталось 2-3, все остальные, в принципе-то, у меня есть, ну, и женских, я имею в виду. Так что вот, я купила фортунату, и, в общем-то, все, я жду новых ароматов, потому что мне заказывать нечего, Фаберлик. Фортуната, мне очень нравится флакон, красивый. Красивый флакон, здесь снизу крышки такой рисуночек, поэтому, видите, он такой прозрачный. Снизу тоже вот такой вот калейдоскоп, да. Красивенький аромат. Аромат, конечно же, на холодную осень, на прохладную, даже на зиму. Аромат мощный, аромат такой прям насыщенный, аромат очень яркий. Так, про что аромат? Давайте прочитаем, я выписала. Значит, вверх. Калабрийский мандарин, красное яблоко, сердце, вишня, роза, горденья, орхидея, корень ириса. И в базе у нас миндаль, ваниль, белый мускус, пачули и бобы тонко. Что слышу я? Давайте так. У меня этот аромат был в 15 миллилитрах, и я его подарила. Тогда для меня он был при нанесении очень таким, знаете, резким, таким колючим, таким одеколонистым даже. Потом аромат раскрывался миндальной вишней, сладкой. Я его даже для себя сравнивала с Левейбель от Lancôme. В какой-то мере они очень похожи, они очень такие сладкие, удушливые. И только в Левейбель не было вот этой вот такой агрессивной одеколонистой нотки. Здесь все-таки эта нотка присутствовала. Сейчас, сегодня, я наношу этот аромат себе на руку, но я знаю, как он пахнет. А сейчас он пахнет немножечко по-другому, потому что все-таки сейчас день, и сейчас, наверное, 30 градусов жары точно есть. Он мягкий, кремовый. Вот этой вот такой колкости, резкости было, вот если и было, то совсем чуть-чуть. То есть намного-намного меньше, чем по моим воспоминаниям. И, кстати, это была зима, когда я носила 15 миллилитров. Что слышу я? То есть вот эта вот кремовость все-таки дает гордения. Да, это белоцветочность, это яркость, это напористость, это кремовость при этом. Но гордения здесь, она вроде бы и не хищная, потому что она мягкая, кремовая. Но она, знаете, такая немного ретро гордения. Вот такая вот для девушек постарше, я бы сказала. Розу я здесь очень тоже хорошо слышу. Возможно, гордения с розой, вот, и поэтому гордения такая возрастная, да, назовем. Дальше я, конечно же, слышу миндаль. Ваниль я не слышу. Это очень странно, но ваниль не слышу, потому что, ну, вот здесь миндаль очень яркий. И вишню я слышу очень-очень мало, прям практически не слышу. Я помню зимой, когда я носила, аромат был более колючий, более вишневый. И гордению тогда я совершенно здесь не ощущала. Вот смотрите, как меняется либо восприятие, либо потому что сейчас еще. Ну, назовем тогда лето, потому что 30 градусов жары. Либо тогда это был холод, снег, мороз, совершенно поменялся аромат. Мне он понравился, честно вам признаюсь. Да, он не на каждый день. Да, это не мой любимчик, но мне понравилось звучание. Мне нравится пирамида обширная. Даже, наверное, бобы тонко я слышу. Вот почули нет, а бобы тонко, да. Такая тягучесть, мягкость. Очень яркий, красивый аромат. И я теперь, знаете, в замешательстве. Я, в общем-то, думала, что я, ладно, возьму пока акция. Но буду носить уже, когда будет совсем прохладно. Сейчас, наверное, все-таки время его носить. Потому что вот эта вот колкость и вот эта вот дешевая деколонистая нотка такая вот, знаете. Кстати, это корень ириса же, я так предполагаю, звучит. Когда это не то чтобы пудрово, а, знаете, вот грековато, хищно. Вот это корень ириса все-таки дает, наверное, гордении. Не роза дает возраст гордении. А все-таки, наверное, корень ириса дает вот эту вот такую тяжесть. В общем-то, вот такое у меня было видео. Вот такие у меня новинки. Что-то уже было, что-то новое у меня появилось. Надеюсь, видео было очень полезно для вас. Я, как всегда, жду ваши комментарии, жду обратную связь. Будем с вами болтать, обсуждать. Ну, я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. И, как всегда, подписку. И не забывайте ставить на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все. Всем на новых встреч. А может, даже до завтра. Пока.